Девушки отдыхают Что случилось? Высокая температура Только посмотрите, пожалуйста Может быть, уже вызвали? Это полисминника? Да Да чего же быстро Человек ко всему привыкает Кажется, что и не было в его жизни Ни таких вот звонков Ни всего, с чем они связаны Когда-то вид человека, занимающегося бегом Среди городского камня и бетона Вызывал насмешливые взгляды Чего только не бывает на свете Теперь Мы принимаем это как должное Даже одобряем Ну а сами Какое-то имеет к нам Отношения Однако Пора представить вам Илью Иосифовича Сонина Одного из героев нашего фильма Ничего не удостоверение Вот заключение у врачей Вторая группа инвалидности В аэрогеологической экспедиции Работать я не могу Я обратился к врачам Все, что угодно сделайте со мной Все, что хотите Я хоть ножку стула съем Ну все, что хотите Только возвратите меня снова в поле Илья Иосифович Геолог Этим снимком Суждено было бы остаться лишь Щемящим напоминанием о прошлом Если бы тогда, когда врачи поставили диагноз Он сдался А финал-то был удивительный Когда мне 52 года Вот это пенсионное удостоверение Я положил за майку И пробежал вместе с ним Целый марафон Калининградский марафон Поэтому она у меня в таком виде Вот немножко как будто Даже растаяло немножко Ну видно было в воде На самом деле это был пот Я пробежал целый марафон За 3 часа 35 минут 52-летний человек Который никогда даже в детстве Марафона не совершил Не то что марафон Я 20 километров никогда не бегал Марта Скорей, скорей, скорей Ну-ка скорей Скорей, скорей Рядом сидеть Хорошо Самое трудное в жизни Это начать Мудрецы Говорят, что преодолеть это Можно только одним способом Начать Надежда Михайловна Михалева Вы видите ее сейчас на экране Убедилась в этом На собственном опыте В 60 лет В 60 лет Она начала новую жизнь Ее новой энергии Хватилось лихвой на всех Кто составил группу здоровья Которую так и называют Группа Михалевой Мне запретили врачи заниматься Вообще говорили О чем вы думаете О какой физкультуре вообще думаете Вам нельзя заниматься Вот я Поэтому с огромным чувством Такой Прямо, знаете Осторожно Очень начала заниматься Очень осторожно А потом почувствовала себя гораздо лучше Я в течение года потеряла 12 килограмм весу Хотя никакой диеты я не устраивалась Никакой Люди не верят сами себе Что они могут заниматься Что они могут сделать все то, что я делаю Они не верят этому Люди не привыкли Относиться к самому, к себе Я вот смотрю, все ходят с животами Мужчины, женщины Я говорю, да что же вы не пожалеете себе Года три я ходила Гуляла с собакой С трудом поднималась Вот по этой нашей дороге Ведущей вверх С одышкой И тяжело мне было подниматься Удивлялась, думаю Какие они делают упражнения Я видела, что насколько, так сказать Они делают Высоко поднимают ногу Делают там ласточку Я думала, что это, наверное, балерины Просто-напросто Чтобы не потерять тонус Делают упражнения Самое главное Почувствовать Что ты вновь обретаешь вкус жизни Вот что самое главное По-моему Да, это очень важно Ирина Алексеевна Надеждина Врач Она на себе проверила все, что рекомендует пациентам Трудно просто организовать себя Это очень трудно Сдвинуть с места Устоявшиеся предвечки Нет, иногда я начинаю заниматься Когда уже совсем плохо Когда чувствую, что совсем уже Прещуешься за руку Тогда до утра Я начинаю бегать Но это прерывается То есть не систематично Это происходит Если бы это было обстоятельно Наверное, был бы уже результат А так Давай полы мыть, протирать Так, чтобы у меня было все такое Полы протирать и мыть Это еще не зарядка А я думала, зарядка Ну, я не знаю Большинство людей, по-моему Не занимается всю жизнь гимнастикой Занимается уже тогда Когда человек чувствует Что он либо тяжелеет Либо что-то болеть начинает у него Не знаю Во всяком случае Среди людей, которых я знаю Я не знаю людей Кто бы всю жизнь занимался гимнастикой сам Что вы? Смотрите, какой позвонок Какие подъемы Что? Это же провоком подгибается человек Восемьдесят годков Я сейчас вас поставлю всех А вы попробуйте Поднять себя Герои нашего фильма Отнюдь не исключительные личности Они такие же, как мы с вами Надежда Михайловна Всю жизнь работала бухгалтером Вырастила детей Внуков О гимнастике И не помышляла Однажды Я занималась Подошел человек И заинтересованно меня разглядывал Как я занималась Я привыкла, что разглядывают меня Потом он начал задавать вопросы Потом смотрел и говорит А все-таки это невозможно Не бывает так Я говорю, бывает Я говорю, вот только я не понимаю Почему вы меня Не пригласите на симфозиум Да, он мне представился Что он врач Пытает ему насчитать Что это невозможно Я говорю, вот и интересно Вот я говорю, вы пригласите Меня на симфозиум Я вам покажу там По крайней мере будете все знать Что можно делать В 70 лет Вот все Он посмеялся Говорит А мы таких не показываем А сейчас 80 81 уже скоро будет Через два месяца Ой, ну там не одно это Ну что, не хотите? И новооке А соли, наверное Сердце, никуда И голова шубит Давайте, ладно Куда? Нельзя, да? К хирургу вам? Буду даже дать хирургу Или к Шишкиной Куда хотите-то? К Шишкиной или к хирургу? Да Не надо Ну девушка, вы как Посоветуйте меня Как медицина К хирургу Не надо Данит Шишкиной, да? Конечно Я была у Гореловой Она мне дала лекарств Я попила Пузырек Выпила Так А теперь На корвалол перешла Согласитесь Что многие из нас Как и пациентка Которые мы только что видели Предпочтут скорее Перейти на корвалол Чем вот так Азартно Бить по мячу Или пробежать Поутру Несколько километров По улицам Своего города Или Отрабатывать То ли иное Гимнастическое упражнение О, великая сила Инерции А если попросту сказать То ведь В основе всего Элементарная лень Это она Лишила человека Его природы И тем радостнее Когда видишь Тех, кто бросает Вызов Возрасту Мы все смотрим Мы приходим И начинаем Его обсуждать Что так Что не так Главное, что мы рассказываем О своей семье О своей жизни И все свои переживания И нам легче Те неприятности Те печали Которые бывают В жизни Нам легче Их переносить Их переносить в убийство Такой большой семьей Вы знаете, когда Какое-то горе Несчастье Хочется поделиться С кем? С кем? С человеком Который тебя поймет А не с первым Папашем А вот сюда мы приходим И мы друг друга понимаем Мы посочувствуем Посожалеем И пожалеем И все И у нас уже Совершенно потерянный мяч Возьмешь его И все Думаешь Ах Вот За этого момента Стоило А давно ли мы Радовались Удачно забитому мячу? Нами забитому А не на экране Телевизора Способны ли мы Так же радоваться жизни Как эти взрослые Наверняка умудренные Опытом люди Да и умеем ли мы Может есть смысл Приехать поучиться сюда В подмосковный Зеленоград Константин Олиценко Инженеру по профессии Творцу хорошего настроения По призванию Три, два, три Хорошая погода Посмотри Ради на князь Улыбнись Почему ты счастлив? Потому что я с народом И с горел Марафон 42 километра 195 метров Бегут не спортсмены Зачем бегут? Рекорды? Но если они Побьют их То лишь Свои собственные А может Это и есть То самое Ради чего Стоит преодолевать Силу инерции Ради чего Никогда не поздно Начать новую жизнь Ради мгновения Когда ты Понимаешь На что способен И что это Еще не предел Илья Иосифович Сонин Знает Какой дорогой Ценой Оплачиваются Эти мгновения Но он Знает И то Какое Высочайшее Наслаждение Они приносят К сожалению Я влияю Влияю Много Говорю им О том Что нужно Бегать Что нужно Заниматься Зарядками Что все Это помогает Нам в жизни Но влияю Слабо Но все равно Они к этому Придут У них выход От этого Тамара Тем паче Лишний вес Ну куда же Наденется Никуда деваться Не приходится Она начинает Заболевать Придется Я хожу Пешком Товарищи Месяц Я бегала Ходила Я не могу Сказать Лучше Или хуже Но вообще Пыталась Как ты Мне это Ну я Мне надоедает Скучно Нет Для того Чтобы С твой Примерно Начинать Надо Для этого Мне очень кажется Много болеть Понимаешь Чтобы понимать Что этот бег Для меня Допустим Необходим Но я болею Мало И для меня Вот Бег Как средство От этого Какого-то Закаливания Да Префлактики Болеть Но для меня Просто Существовать Не может Не может Значит Ты считаешь Что надо Много болеть Много Обязательно Три года Как я Почему болеть Илья Ты так считаешь Ты к бегу подходишь От необходимости А я тебе объясняю Чтобы бег Была необходимость Для этого Нужно болеть Для этого Надо болеть Неужели Надо иметь Вторую группу А зачем Мне необходимо Почему Мне необходимо Бегать Вот ты мне Обесни Почему Потому что У меня есть Быточный вес Что Нет Для того Чтобы Не болеть Это стало жизнью Это так же Необходимо Как чистить зубы Никто не задумывается Что это полезно Или не полезно Привыкли Все Чистили зубы Привыкли Я привык Я не могу Если я Буду не бегать Или не заниматься Зарядками И мне Я чувствую себя хуже А может Надо дать Возможность Каждому Самому Поискать Свой путь Разве Обязательно Надо Заболеть Чтобы Найти Спасение В беге Разве Обязательно Надо Остариться Чтобы Прийти К гимнастике И спорт Ли В чистом виде Привлекает Тех Кто Объединился В клубы Здоровья Здесь Совершенно Другие Взаимоотношения Между людьми То есть Взаимоотношения Которые Позволяют То ли Человеку С лучшей стороны Раскрыться Да Вот такой Благожелательный Лучшие грани Повернуть Не зло Здесь Если Что-то есть Отрицательное Ну не то что Там Он не умеет Делать Это упражнение Но это Никто Не осудит За это Вот нам Константин Васильевич Говорил Улыбнитесь Даже если Не хотите Улыбнуться Все равно Улыбнитесь И мы Улыбались Вот одевали На себя Улыбку Сначала Нам это Было Как-то Странно Так это Мы Это делали Очень робко А потом Настолько В это Вошли Что Потом Уже Только Появлялись В клуб Мы Сразу Начинали Улыбаться Приходят Люди И как-то Человека Много Всяких Нагрузок Много Чего-то Несостоявшегося Кому Хочется Ходить Бирюком Когда Все остальные Улыбаются Вокруг И танцуют Стараемся Нет Ну это Мы Стараемся Мне кажется Не поэтому Мне думается Что Дефицит Доброты Колоссальный Вообще Вот в нашей Жизни И поэтому О том Что стыдно С плохим Выйти Или нет Об этом Даже не думают Все Потому что Когда попадают В эту Обстановку Доброжелательности То Все Вот в этом И обитают И тот Кто другой Кого-то Это раздражает Кто-то Этому Не верит Тот Уходит Просто Не остается В клубе А тот Кто остается Тот Проникается Духом Клуба Что Объединяет Их Всех Инженера Яценко И всех Его Зеленоградцев Пожалуй Это Вкус К жизни Удел Леон Избранных Или Наше Нормальное Состояние Я очень Состояние Дня Легче Всего Конечно Обвинить Во всем Цивилизацию Но Это Так же Нелепо Как Предъявлять Претензии Автомобилю За то Что Мы Разучились Ходить Как Давно Мы Поднимали Голову К звездам Ходили Босиком По Утренней Росе Прислушивались К Пению Птиц Солнечный Летний Лук Цветы Ружжание Пчел Стрекотание Кузнечков Аутотренинг Человек Пытается Восстановить Разрушенное Равновесие Далеко За холмами Остаются Все печали Беды Тревоги Мы Словно Уходим Уходим В природу Мы Медленно Спокойно Парим Над лесом Словно Птицы И Это Путь И Он Пусть Будет Открыт Для тех Кто Его Изберет Но Может Быть Проще Выйти На Улицу И Попытаться Вот Таким Образом Приблизиться К гармонии С миром Испытать Себя Холодной Водой Улыбнуться Встречному Увидеть Плывущие Облака И Убедиться Сколь Велико И радостно Все Что Естественно Пусть бегают На здоровье Если им Нравится А вам А у меня На работе Бегать Часто Приходится Я не Бегаю В клубе Я Тоже Так же Потому что Мне на работе Много Бегать Не Своей Работа Такая связана Бегаем Бегать Бегать Кто Не Бегает Кто На Месте Сидит Тому Надо Бегать А если Мы На Работе Бегаем Чего Мы Еще Будем Бегать Зачем Бегать Приготовить Посмотреть Как дети Пришли Из школы Уроки Проверить Поэтому Утром Я Выхожу Он Бегает А я Выхожу И до работы Пешком Это Достаточно Вот Подрастет Будет За нас За всех Интеллектуальный век Он обрезает Все наши Эмоциональные Романтические Взгляды На жизнь Мы Живем Все Время Надо 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 И вот Это Слово Надо Так Давлеет Что Человеку Когда-то Надо Просто Заняться Естественной Своей Жизнь Мы Можем Говорить О работе О плане О чем Угодно Все Это Формальные Отношения Мы Не касаемся Друг Другом Опять же Романтически Душой Не касаемся А хочется Именно Такого Отношения Я Читал Что Если Человек Здоров У него Ничего Не болит Каких-то Неудобств То Не заниматься Физкультурой Не бегать Не надо Женщины Более Любопытные Вот Значит Первой В клубе Оказалась Жена И у нас Вначале Шли споры Она С тренировки Приходила Всегда такая Веселая Восторженная И очень Настойчивая То есть Настойчиво Мне рекомендовало Пойти в этот клуб Я же пришел Для того Чтобы возразить И сказать Что вот Например Вот пожалуйста Я хожу в клуб И у меня Ничего не изменилось У него вообще Темперамент Он холерик С ним очень непросто Ну ты так Все равно Рассказывай Вот Он Да Он Он очень Вспыльчивый Он эмоциональный Быстро отходчивый Но очень такой Товарищ Неуравновешенный Он все правильно Говорит Все по делу Но против Формы выражения Я всегда возражала Мне не нравилось Это А сейчас Просто удивительно Он спокойный Он сдержанный Он веселый Он какой-то Внутренний Он был всегда С внутренним запасом Вот Спокойствия Энергия Вот это Очень симпатично У многих Поменялась Шкала ценностей Женщины На что тратят время Чистота Порядок Потом Красиво выглядеть Не быть красивее А выглядеть Красивее То есть Косметика Там много Тряпок От себя Одежду Парикмахерская Оказывается Если пробежаться Следить за собой То и тряпок Не так уж надо Много Нужна только Трусы Дымайка Стройная И все И муж Вот мой муж Например Говорит Я говорю Костя Должна сделать Подарок 23 февраля Потому что У тебя фигура Стала лучше Чем была До замужества А у меня уже Дочери 22 года У тебя из пульта Он говорит У тебя все И уже все А раньше пойду В ателье Думаю Ой Ну как же В ателье Ужасно шьют Что не оденут Ничего А времени Потрячу Сколько Времени Никогда Не хватало Нет Трудиться А потом Настолько Вот этот Процесс Тренировки Настолько Он дает Радости Много И удовольствия Что это Уже Не труд Хотя мы Через труд К этому удовольствию Идем Но это Наслаждение И вот Сказать Если сейчас Мы ходим Не за трудом Сюда А за радостью Оказывается Радость Можно добыть Самому Если Допустим Выйдя на пенсию Одним пальцем Разучивать Ноты Как Надежда Михайловна Михалева Я любую музыку Хочу играть Я вот Бетховена Купила Играю Саната Луны И растворяюсь В ней И забываю Обо всем На свете Я хочу Петь Я беру Любые ноты Я пою Я все Оперы могу Петь У меня Есть и Оперы И все Я масса Знаю Оперных Вещей Которые Я могу Петь И играть Это же Большое Удовольствие Что вы Шутите Игра Дело Иметь Дело С музыкой Это Вторая Еще Жизнь Человек Я буду Играть Еще лучше Я буду Выбирать Так что вы Будете Приходить Ко мне И просить Надежда Михайловна У меня Плохое Настроение Сыграйте Мне Спойте Мне Я буду Петь И играть И вы Будете И жить Моим Настроением Я буду Руководить Вашим Настроением Да Вторая Жизнь Человека Сознательно Взращенная Нива Главное Не Уставать На закате Солнца Когда Большинство Из нас Так хочет Сесть На завалинку Пожелаем Друг Другу Не Уставать Захотеть Играть На пианино И играть Захотеть Петь По нотам И петь Действительно Нет границ У нашей Природы Есть Лишь Границы У нашей Души Сдаваться Мы не Собираемся Что Объединяет Их Всех Этих Азартных Волейболисток Геолога Сонина Бухгалтера Михалеву Врача Надеждину Инженера Яценко И его Неунывающих Зеленоградцев Да Конечно же Это Вкус К жизни Как это Кажется Просто Когда Смотришь На других И как Это Неимоверно Трудно Самому Поверить И пойти Спать Хочется Ужасно Готов Иногда Разбить Этот Будильник Просто Разбить Ну Зачем Он Звонит Мне Совершенно Не Хочется Вставать Заставляю Просто Насильно Себя Заставляю Это Иногда Очень Тяжело И Мучительно Но Когда Ты Открываешь Дверь И Выходишь Уже На Улицу Первый Шаг Сделал Все Как Будто Вылетаешь В Космос Самое Трудное Начать Преодолеть Это Можно Только Одним Способом Начать И Тогда Обретается Второе Дыхание Трудное Стою Незавет Продолжение 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 Оно Шаг Незавет КОН РАИ